Саратовский педагогический институт Поцелуй. Позже переехал в Подмосковье и теперь выступает с концертами по всей стране. Однако гитара была не первым музыкальным инструментом. Любовь к музыке привил его родной дед. И я еще в школе не учился, я уже овладел гармоникой саратовской. Она была потому что поменьше размером. А гармоникой тульской уже где-то годам к шести. Ну и потом пошел в музыкальную школу, ну и все. Некоторое время назад музыкант жил в поселке Развилка и навсегда оставил культурный след в его истории. Ведь именно Юрий Былинкин автор неофициального гимна поселения. Развилка так уж и водится, и сжирится, и строится, и отражается здесь солнышко в крестах. Помню, что шел со старого поселка в сторону бассейна. И вот так вот что-то щелк. И почти весь припев возник сразу в голове. Я вообще не люблю с песнями своими долго сидеть. Никогда я не сидел, в общем-то, больше 20 минут. Как ни странно, творческий вечер исполнителя оказался первым проведенным в местной библиотеке. Кроме песен, зрители могли пообщаться с автором, задать вопросы о жизни и творчестве. Совсем недавно у нас был поэтический вечер. Он принимал в нем участие, исполнил несколько своих песен. А сейчас мы его пригласили на персональную творческую встречу. Юрий Былинкин поет о природе, о чувствах. Много песен о родных местах. Присутствует в творчестве актуальная сатира современной жизни. Отдельные композиции были отмечены дипломами и наградами музыкальных фестивалей. Еще не остыли слезы, уже и не забыли вдовы. Еще на стволах березы, осколки хранятся свинцовые. Игорь Борисов познакомился с Юрием Былинкиным недавно, на праздновании дня рождения развилки. С тех пор они общаются, и Игорь просто не мог пропустить творческий вечер друга. Для меня и творчество, гитарное исполнение, и гитара, ну, это вечный со мной спутник. Я сам не играю, но всегда у меня получается друг такой, знакомый, товарищ, который играет на гитаре. Если дам со мной рядом, всегда гитару бери с собой, на всякий случай. Теперь местные жители будут ждать новых выступлений артиста. Музыкант пообещал обязательно вернуться. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.